Всем здравствуйте, мои дорогие! Добро пожаловать снова на канал. С вами, как всегда, я Анастасия и вы находитесь в ежедневной рубрике новостей из Испании, нашей солнечной страны. Итак, за последние сутки вот какая у нас ситуация. Всего зарегистрировано было 6654 новых случая. Инцидент у нас продолжает понижаться, к счастью, и мы уже официально находимся, вся Испания официально находится в среднем уровне заражаемости. То есть уже не в экстремальном риске, не в высоком, а всего лишь в среднем. Конечно же, еще не стоит радоваться, еще предстоит долгий путь, но по крайней мере уже меньше чем 150, а конкретно 149 случаев на каждые 100 тысяч жителей. Каталония, Арагон и Экстремадура будут в начале следующей недели, как раз таки с понедельника, ослаблять некоторые ограничения, а конкретно давать немножко больше рабочих часов для так называемой остелерии. У нас здесь в Испании, то есть бары, рестораны и кафешки, места общепита. Конкретно в Экстремадуре, кстати говоря, очень интересный факт, у них уже индекс, вот этот вот случай заражаемости на 100 тысяч жителей уже меньше чем 50. Это говорит о том, что у них ситуация находится якобы под контролем, потому что Всемирная Организация Здоровья именно оценивает ниже 50, как ситуацию под контролем. Поэтому в Экстремадуре уже все замечательно. У нас чуточку ниже 100 в Валентинском округе, будем надеяться, что мы тоже скоро сможем сказать, что у нас все более-менее под контролем. Хотя, конечно же, расслабляться еще рано. Сейчас как раз-таки здесь в Валентинском округе у нас первый, и за последний месяц примерно первый раз открыты большие города на выходные дни. Многие люди приехали с Бенедорма сюда куда-то в городки поменьше. Например, здесь у нас в Альбире террасы заполнены. Я предполагаю, что и в Аликанте тоже самое, и в Бенедорме люди вышли погулять и уже вроде бы как потеряли страх. Раньше была вот эта фобия к ресторанам, о которой мы, кстати, поговорим совсем тут скоро. Еще одна из новостей из нашего региона. Но правда такова, что на самом деле сейчас люди уже вышли на улицу и сидят на террасах, как ни в чем не бывало. Так что желание выйти победило страх. Вот такие вот у нас новости про ситуацию. Что же касается других новостей. Инспекторы рабочие у нас, инспекторы по работе, выслали прям тысячи писем на данный момент, потому что грядет кампания сбора овощей, фруктов и цитрусовых у нас, вот именно сейчас вам скажу где, в Андалусии и Валенсии у нас здесь цитрусовых сбор начнется как раз таки опять сейчас вот в конце марта месяца. Ну а в Мурсии, Андалусии и Валенсии одновременно еще и будет происходить сбор всяких разных других фруктов и овощей, начиная вот как раз с конца этого месяца. Осталось совсем чуть-чуть. И именно из-за этого инспекторы по работе, они начали проверять многие компании, потому что они, конечно же, должны людей взять на работу, они должны им сделать контракты. И многие из этих компаний, к сожалению, фермеров и тех, которые работают на полях, они берут людей либо на временные контракты только лишь, либо вообще нелегально. Некоторые, немного уже таких осталось, но некоторые все же продолжают брать нелегально к себе работников. Цель какова этих инспекций, чтобы напомнить им про закон, про права работников, и чтобы они, все те контракты, которые были временными, чтобы они их сделали постоянными. Это очень тяжело, потому что сбор фруктов не проходит в течение целого года, то есть фермер не работает в течение целого года, поэтому столько много людей не нужно. Неизвестно, как они это хотят сделать, но факт в том, что эти письма рассылают всем и вся, чтобы избежать нелегальных работников на данный момент на полях, которых может быть довольно-таки много. Следующая новость это про минимальный прожиточный минимум, вот эту вот помощь, субсидии, которые у нас в Испании дают. Очень много споров вызвала эта помощь, потому что все люди ее начали запрашивать, вроде бы как у всех людей реквизиты подходили, ну а когда все документы, которые были прописаны изначально, были сданы и люди ждали в течение нескольких месяцев, им пришел ответ, и ответ им был нет. Нужно еще какие-то документы дослать, либо там у вас вот в таком-то месяце вы немножко больше получили на несколько десятков евро, поэтому вам отказано, или там на несколько центов превышает максимально допустимую сумму за месяц, которую вы зарабатывали, поэтому вам не положено, или у вас есть, к примеру, в вашем имени какой-то гараж на ваше имя, вы тоже не можете получить, мол, продайте ваш гараж тогда, знаете, то есть вот в таком смысле. Всякие разные препятствия ставили людям, чтобы они не смогли получить этот вот этот субсидий по минимальному прожиточному минимуму. Он составляет у нас в Испании примерно 432 евро. Есть, например, такие люди, которые все-таки им одобрили, но это прямо уже люди, которые находятся в ужасной ситуации, в риске нищеты, в высоком, и поэтому им, конечно же, подтвердили эту помощь, но и то им не сладко, даже им, потому что не дают эту помощь, то есть не выплачивают в течение многих месяцев. Якобы социальное страхование говорит, что они до сих пор очень сильно загружены, но правда в том, что люди обещаниями и словами сыты не будут, нужно людям помогать. Следующая новость, это очень странная ситуация, которая происходит сейчас в Мадриде. Мадрид полон французских туристов. Если кто живет из вас в Мадриде, смотрит меня, подтвердить это правда или нет, но у нас испанские наши СМИ, даже по телевидению говорят, что в Мадрид прилетают полные, прям забитые самолеты с Франции. Причем это не люди, которые по работе, либо так семьями едут отдыхать, нет, это одна молодежь. Это молодежь от 18 лет до 30 с чем-то. И прилетают они все в Мадрид на выходные дни, то есть каждые выходные они прилетают. Оказывается, что во Франции не рекомендуют передвигаться по Франции, не рекомендуют путешествовать, но в Испанию почему-то дорога им открыта. Не спрашивайте меня, почему, я закона не делала, я только вам рассказываю о том, что есть. Что же из этого выходит, вытекает, какая проблема? Сделали очень дешевые цены на билеты, то есть туда и обратно, обе стороны можно купить билет с Франции, с нескольких городов Франции, до Мадрида и обратно от 70 евро до 150 евро все равно, это очень-очень дешево. Представляете, один билет стоит 75 евро, это дешево для них. И получается, что они все толпами сюда едут, эти билеты продают, как возможность фесты, возможность праздника такого, знаете, здесь в Испании. Почему? Потому что во Франции все закрыто, вы знаете, там бары, рестораны закрыты, все места, где можно хоть как-то хорошо провести время закрыты, и они все кинулись сюда, потому что в Мадриде, как вы знаете, это все открыто, конечно же с ограничениями, но все же открыто, возможность посетить эти места есть. Это, конечно же, не очень хорошо, им все равно, понимаете, в чем дело, они прилетают сюда без всякой гарантии, то есть они прилетают, как ни в чем не бывало, из Франции ПЦР, если я не ошибаюсь, не нужен, но, конечно же, Франция просит у них негативный результат по приезду. Конечно, Франция это защищается, а Испания что? Испания не может защититься от них, потому что они прилетают, побудут здесь пару дней, перезаразят там многих людей и обратно уедут во Францию, и все, как бы там они будут контролированы, а здесь никто не контролирует. Возможно, это и хорошо для экономики Мадрида, немножко, чтобы как-то оживить, пополнить кассы, многих баров и ресторанов, но для людей как таковых и для ситуации Мадрида это не очень хорошо, потому что там случаи заражаемости все еще находятся в таком более-менее высоком риске, нужно следить за ситуацией и не самое время там получать полные самолеты туристов, еще и таких туристов, которые не все, конечно же, но молодежь, вы знаете, кто-то выпьет, кто-то там еще чего-то и в итоге уже не думают, дистанцию не держат, маски не одевают, поэтому правильно это или нет, уж судить каждому. Но вот такое вот происходит в Мадриде, многие люди опешивши смотрят на огромное количество туристов на улицах, улицы заполнены, не понимают, что происходит. Вот что, самолеты из Франции. И две последние новости, как всегда, это из нашей провинции Аликанте, из Валенсанского округа. Первая новость, которую я хотела с вами поделиться, это как раз-таки у нас гигант Амазон, представляете, открыл новую фабрику логистики у нас в Аликанте. За пределами Аликанте, в одной из индустриальных зон, открыл огромнейший павильон 8 тысяч квадратных метров, вы представляете? То есть 8 тысяч квадратных метров огромнейшее здание. Там они будут привозить туда все продукты, которые люди закупают из этой зоны, и будут развозить их именно в зону юга нашей провинции Аликанте и часть Мурсии. То есть они будут заниматься именно этими зонами. Благодаря тому, что они открывают этот новый центр логистики, здесь они создадут больше, чем 60 новых рабочих мест. Плюс ко всему, они еще не только 60 новых рабочих мест создают, они еще и дают косвенно, не напрямую, а косвенно больше, чем 300 рабочих мест всяким разным водителям, с которыми, компаниями, с которыми они сотрудничают. Потому что вы знаете, что Амазон бывает развозит и Амазон, а бывает развозит какая-то другая компания, которая работает здесь в зоне. Поэтому почему бы и нет, если создать столько рабочих мест, это всегда позитивно и особенно очень нужно сейчас у нас в провинции. Так что ура! И вторая новость, это то, что наш синдикат по защите отелей, Озбек, под его покровительством находится примерно 82%, плюс-минус всего отельного бизнеса у нас здесь, в Валенсианском округе, не только в провинции Аликанте. И они все-таки видят возможным праздновать святую неделю, праздновать Пасху у нас здесь, в Валенсианском округе. По сравнению с тем, что говорит, то есть это полная противоположность того, что говорит наше министерство, наше правительство Валенсианского округа, к сожалению. Значит, что же они говорят? Они требуют, чтобы все-таки Валенсианский округ был одной из тех провинций, одной из тех автономных округов, помимо Мадрида и Канарских островов, которые разрешат передвижение людей на вот эту вот святую неделю, на Пасху. Почему? Как они это аргументируют? Они просто-напросто сказали, что как это так? У нас в Валенсианском округе проживает 5 миллионов, ну плюс-минус, легально проживает 5 миллионов, а те, которые приедут, может быть, будут от силы 40 тысяч. То есть они не видят логичным разрешать полное передвижение по Валенсианскому округу, когда тут полно народа, а то небольшое количество людей, которые будут сюда приезжать, запретить. То есть они видят, что это полной глупостью и пытаются как-то убедить наше правительство, чтобы разрешили людям приезжать. Наш Валенсианский округ уже с 25 октября примерно, да, с 25 октября закрыт периметрально. Конечно же мы все знаем, что если кто-то захочет сюда проникнуть, они проникнут какими-то маленькими дорожками между маленькими городками, поселками, проехать реально, если уж сильно захотеть. Ну а теоретически границы закрыты. Особенно для тех людей, которые регистрируются в отелях, если они увидят, что они приехали из другого автономного округа, их просто не пустят. То есть как бы дело здесь не в этом. Если вы куда-то едете к себе, в какой-то апартамент, в свою квартиру, то возможно еще как-то вы можете проехать обходными путями. Но если это что-то легальное, то есть если у вас где-то бронь есть, то вам просто скажут, что вы не можете приехать, вы меняете на другую дату, потому что вы из другого региона. Многие отели говорят, что будут открываться с 19 марта, то есть буквально уже со второй половины этого месяца многие отели в Бенедорме начнут открываться. Почему? Потому что уже людям начали выдавать Боно-Бьяхе. Боно-Бьяхе это была такая инициатива нашего валенцианского округа, которые дарили такого своего рода чек людям, которые зарегистрировались в платформе на более-менее практически бесплатный отдых. Они покрывали до 600 евро стоимости отдыха в любом из отелей, которые были подписаны на эту программу в валенцианском округе. И люди уже начали получать эти первые чеки и активно резервируют, активно бронируют. Броне выросли аж на 25% буквально за пару суток, за 48 часов примерно. Поэтому отели сказали, все, надо открываться. Неизвестно, будут они потом закрываться или нет, уже ближе, чтобы выдержать до лета. Неизвестно, как что будет. Возможно, и да, просто откроются на Пасху, а потом опять закроются. Не знаем, что будет, но по крайней мере хорошая новость такова, что многие отели, которые даже уже год закрыты, опять откроют свои двери через несколько недель. Вот такие вот у нас новости были на сегодня. Что же касается спорта. В спорте, как всегда, их две. Первое это, что происходит с Сергио Рамос на данный момент, это игрок Реаль Мадрида, капитан команды, очень важная часть в пузле этой команды. И оказывается, что вообще в футболе, как это происходит, вам дают предложение, которое вы можете либо отклонить, либо вам дают время, чтобы вы подумали. Так вот, Сергио Рамос имеет до конца марта время, чтобы подумать над предложением Реаль Мадрида по обновлению его контракта. Напомню, Реаль Мадрид ему предложил год всего лишь, и потом, если через этот год увидит, что он все еще находится в хорошей форме, ему предложат еще один год. Ну, а он в свою очередь спросил несколько лет, был этим недоволен, поэтому решил подождать. У него есть время до конца этого месяца, если же он не ответит Реаль Мадриду, то это предложение потеряет всякую силу, и он останется просто на пустом месте, и придется ждать, будут ли какие-то другие футбольные команды за него бороться. Так что, вскоре мы узнаем, что же будет. В принципе, следующая неделя, возможно, будет решающей даже. Вторая новость, это то, что два лучших тренера, как это говорю не я, это не мое мнение, это говорят именно спортивные газеты, спортивные секции, у нас самые главные лидеры на рынке, они говорят, что эти два тренера, это, конечно же, Симеоне и Зидан, тренеры лучшие 21 века, по их словам. Скоро, завтра конкретно, в 4 часа 15 минут по испанскому времени, столкнуться в новом матче будет вот этот вот легендарный дерби между Атлетико Мадрид и Реаль Мадрид, и они будут играть, смотреть, что же будет, будут бороться за вот эти пункты, за эти ключевые очки в лиге. Реаль Мадрид и Барса, на самом деле, сейчас находятся наравне, у них по 53 пункта, но Атлетико Мадрид лидирует, поэтому Реаль Мадриду очень важно выиграть, очень важно пройти этот матч с победой, с высоко поднятой головой, чтобы еще больше приблизиться к Атлетико Мадриду и, возможно, стать лидерами лиги в этом году. Так что, пожелаем им удачи, посмотрим завтра, что же будет. Ну, а в понедельник я, конечно же, вам об этом расскажу. Что же касается нашей испанской погоды. Погода у нас в Испании переменчивая, как всегда, на самом деле, немножечко лучше, чем в предыдущие дни, но все же еще облачно. Говорят, что сегодня во второй половине дня, часов так с 4-5, у нас опять сильно затянется небо, но дождя вроде как не обещают. То есть дожди где-то ходят около нас, но здесь, по крайней мере, в Альбире, в Бенедорме, его пока что нет, к счастью. И вот, как видно на этой карте, можете посмотреть, как сильно затянуто небо во многих частях Испании. В основном солнышко находится только на Болярских островах, вот несколько южных частей, вот Андалусии и в Каталонии. На севере, на севере тоже кое-где есть солнце. Ну а и на запад, северо-запад, и чуточку на юге где-то пару точечек, а так в основном везде небо затянуто, к сожалению. Что же касается температур, вот вторая карта. Температура у нас в Испании примерно держится на таком же уровне, как были и раньше, без особо сильных изменений. На севере будет от 9 до 14 градусов тепла, в центре от 9 до 16. На юге будет от 9 до 20 градусов тепла, 20 градусов будет прям как раз-таки на самой южной точке Испании. Ну а здесь у нас, у Средиземного моря будет от 9 до 17. Конкретно по городам. В Аликанте будет сегодня плюс 17, немножко прохладно для нас, но что поделаешь, как есть, так есть. Будем надеяться, что может быть завтра будет немножко получше. В Барселоне будет плюс 15, в Андалусии в Гранаде 17, в Хаен 19, в Малаге 18, в Севилье 19, ну и в Морбеге тоже примерно 18 градусов. Там, в общем-то, примерно одинаковая температура, плюс-минус 1-2 градуса разница. В Мадриде в центре Испании плюс 16, на Болярских островах плюс 18, на Канарских плюс 20, плюс 21, 21 это на Тенерифе. И в Валенсии, немножко севернее от нас, будет всего лишь 15 градусов, потому что там обещают дожди, к сожалению. Температура воды по-прежнему такая же, все те же 15 градусов, но как только вернется к нам тепло, она медленно, но верно начнет подниматься. Многие люди меня спрашивали, когда же откроется здесь купательный сезон. Те люди, которые живут здесь в Испании, мы начинаем купаться с первых чисел июня, но приезжие купаются уже даже и в апреле. Просто, что вы знали, на всякий случай, если вдруг вы приедете сюда и решите искупаться, то начиная с апреля месяца, в принципе, уже и нормально. Вот такие новости были на сегодня. Мои дорогие, я была очень рада с вами поделиться. Желаю вам прекраснейших выходных, позитивных, без стресса, чтобы вы отдохнули, заразились энергией перед новой рабочей неделей. И увидимся с вами завтра в новом праздничном специальном влоге, который я для вас буду снимать, и с прекрасным рецептом, как всегда. Ну, а новости у нас будут следующие в понедельник в обед. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!